Индия впервые в своей истории запустила беспилотный космический аппарат к Марсу. Для запуска была использована ракета-носитель, разработанная Индийским космическим агентством в начале 90-х годов. Представители агентства утверждают, что их главная цель – найти ответ на извечный вопрос – есть ли жизнь на Марсе. Однако эксперты усмотрели в проекте скрытый геополитический подтекст. Тему продолжит Вадим Милицин. Космический аппарат «Мангалиен» уносится в верхние слои земной атмосферы. Все системы работают нормально. Для благополучного запуска у индийцев было окно всего в пять минут. В случае неудачи им пришлось бы ждать не менее двух лет до наступления следующего удобного момента. У отцов индийской космической программы есть повод для ликования. Миссия стартовала очень удачно. Все ступени ракеты отделились согласно проделанным расчетам. Риск поломки аппарата на следующих стадиях гораздо ниже. Если и далее все пойдет успешно, аппарат достигнет орбиты Марса через 300 дней – в сентябре 2014 года. Индия стала четвертым государством в мире, успешно запустившим Красной планете свой космический аппарат. До сегодняшнего дня сделать это удавалось лишь США, СССР и Европейскому Союзу. В большинстве же случаев космические путешествия к Марсу заканчивались неудачей. Крах терпели миссии Великобритании, Японии, Китая и совсем недавно России, которой не удалось запустить аппарат к спутнику Марса Фобосу. Это первая межпланетная миссия Индии. Марс по-прежнему остается загадкой для человечества. Мы не знаем, была ли там жизнь и есть ли она сейчас. Миссии других космических агентств доказали, что на Марсе когда-то текли реки. Но куда исчезла вода и почему – это большая загадка. Зарубежные наблюдатели к заверениям индийской стороны относятся скептически. В научной миссии к Марсу действительно научного, по их словам, очень немного. Масса индийского спутника составляет больше тонны. При этом на долю исследовательской аппаратуры приходится всего 15 килограммов. Остальной вес – это корпусы топлива. С таким техническим арсеналом можно было бы изучать с орбиты влияние мусонов на урожайность кукурузы в Дель-Тиганго, но не как недалекую и загадочную красную планету. Главная цель Индии, по мнению экспертов, находится в пропагандистско-идеологической плоскости и заключается в том, чтобы не дать своему давнему геополитическому сопернику Китаю, который достиг в освоении космоса определенных успехов, утвердиться в статусе единственной азиатской супердержавы. Догнать и перегнать Поднебесную за 74 миллиона долларов. Именно в эту сумму обошелся Индии проект «Мангалия». Кстати, по международным меркам это очень скромные, совсем не космические деньги. Многие зарубежные инженеры сомневаются, что индийский аппарат действительно доберется до Марса при столь скудном финансировании. Уж лучше бы эти деньги были потрачены на строительство школ и больниц. Но сердце любого заметного патриота устроено таким образом, что огонь в нем способна зажигать отнюдь не новые больницы, а грандиозные свершения и космического масштаба подвиги. Вадим Милицын, телекомпания РТВ.